Не нужно быть политологом, чтобы понять, приближение войск НАТО к российским границам явно не улучшит отношения. Ведь Владимир Путин уже выражал глубокую обеспокоенность тем, как ведет себя Альянс. Ведь четырех батальонов для сдерживания России явно недостаточно. А для возможных провокаций более чем. Как и заявление о том, что Черноморская акватория будет взята НАТО под усиленный контроль. В этой ситуации, каким будет адекватный ответ Москвы, предсказать несложно. На неделе президент Путин собрал уже второе за короткий срок совещание по военно-техническому сотрудничеству. Позвали силовиков и производителей оружия, которые, по словам президента, должны быть готовы к усиливающейся конкуренции. Хотел бы поблагодарить российских экспортеров оружия, которые в условиях жесткой конкурентной борьбы успешно работают в новых реалиях, адекватно реагируют на порой недобросовестные действия наших оппонентов. Россия инвестирует в разработку передовых оборонных технологий, расширяет спектр поставляемой продукции. Это от стрелкового оружия до новейших средств ведения воздушного и морского боя, которые способны изменить соотношение на любом театре военных действий. Продолжение следует...